Беседа 2, 419 Хотел я, возлюбленный, продолжить беседу о патриархе Аврааме, и здесь предложит духовный пир. Но неблагодарность предателя увлекает наш язык к беседе о последнем, и обстоятельства настоящего дня побуждает сказать о безрассудном его преступлении. Сегодня Господь наш Иисус Христос предан в руки иудеев собственным своим учеником. Ты, возлюбленный, слыша это, не будь, однако, печален, и не огорчайся, слыша, что предан владыка. Вернее же сказать, и скорби, и плачь, но не о преданном Иисусе, а о предавшем его Иуде. В самом деле, преданный Иисус спас вселенную, а предавший Иуда погубил свою душу. Преданный Иисус сидит, одесну и отца на небесах, а предавший Иуда теперь в аду, ожидая неумолимого и вечного наказания. Вот о чем скорби, вот о чем плачь, потому что и сам Господь наш Иисус Христос, видя Иуду, возмутился духом и заплакал. Видя его, говорит Писание, возмутился и сказал, один из вас предаст меня. Почему возмутился он? Очевидно, при мысли о том, что после стольких наставлений и советов Иуда не замечал, в какую бездну он себя толкает. Видя безумие ученика и сожалея его, Господь возмутился и заплакал. Об этом говорят все евангелисты, чтобы сильнее удостоверить истинное домостроительство. Возмутился Господь, видя крайнюю неблагодарность ученика, научая нас через это плакать больше всего о тех, кто творит зло, а не о тех, кто терпит зло. Те, кто терпит обиды и неправды, скорее достойны почитаться блаженными. Поэтому ты и говорил, Христос, блаженны и изданы правды ради, ибо их есть Царство Небесное. Видишь, какое приобретение указано для тех, которые терпят неправду. Посмотри опять в другом месте, какое неумолимое наказание надлежит творящим зло. Послушай блаженного Павла, который говорит, ибо вы, братья, сделали с подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от Иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали. И Богу не угождает и всем человекам противиться, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. 1 Фессонтикин 2.14 Видишь, что всего больше достойно плакать и скорбеть о творящих зло. Поэтому милосердный Господь возмутился и плакал. Видя дерзкий поступок ученика, является страдание к ученику и показа величия своего милосердия, что вплоть даже до самого предательства не переставал заботиться об исправлении ученика. Итак, лучше о нем горько плачь и скорби, потому что и Господь печалился о нем. Возмутился, сказано Иисусу, и сказал, «Один из вас предаст меня! О, сколь велико милосердие! Сколь велика благость владыки! Преданный скорбит о предателе!» Видя, что он упорно остается в нечестие, возмутился и сказал, «Один из вас предаст меня!» Смотри, какое долготерпение! Какое человеколюбие! Как щадить неблагодарного! Он не хочет даже, чтобы Иуда совершил свой поступок без всякого стыда, а приводит смущение и страх всех учеников, чтобы доставить ему некоторый повод раскаяться в безумии. Но так как душа предателя остается безочувственной, не в состоянии, будучи воспринять семени благочестия, не внемлит и совету неувещанию, но омрачается страстью, стремится к погибели, то он и не получил никакой пользы от столь великого долготерпения. «Один из вас, говорит, предаст меня!» Для чего возмущался он и скорбел? Для того, чтобы показать свое человеколюбие и вместе с тем научить нас, что больше всего должно плакать о тех, которые причиняют зло своему ближнему, потому что они навлекают на себя гнев Божий. Не о том, кто терпит зло, а кто причиняет зло. О том всегда следует скорбеть, потому что терпение неправды доставляет вам Царство Небесное. А причинение зла другому является для нас причиной гиены и наказания. Блаженный, говорит, изданный правдой ради. Видишь, как страдание приносит в награду и воздаяние Царства Небесное. Послушай, как наоборот злодейство влечет за собой казнь и мщение. Павел, сказав об иудеях, что они убили Господа и гнали пророков, присовокупил. По делам их кончина. Видишь, как гонимые получают Царство Небесное, а у делом гонителей бывает гнев Божий. Не без причины рассуждаю с вами об этом возлюбленные, а с намерением, чтобы научиться нам не гневаться на наших врагов. Напротив, скорее жалеть их, плакать и скорбеть о них, потому что подлинно терпящие зло суть именно те, кто напрасно враждует на нас. Если мы так настроим свою душу, что не будем не только гневаться, а станем даже скорбеть о них, то будем в состоянии, по слову Господа, и молиться о них, а через это привлечем и великое благоволение с неба. Поэтому-то и четвертый уже день беседы с вами о молитве за врагов, чтобы от непрестанного повторения увещания слово наставления глубже запечатлелось и укоренилось в ваших душах. Потому без перерыва обращаюсь к вам с речью, чтобы уничтожить опухоль гнева, чтобы утишить воспаление, чтобы чист был от гнева, приходящий на молитву. И Христос не ради врагов только убеждает делать это, молиться за врагов, а и ради нас самих, когда мы отпускаем им согрешения. Ты получаешь больше, чем даешь, оставляя гнев свой на врага. Как скажешь, получай больше? Внимай с очтянием. Если ты отпускаешь грехи врагу, тебе прощаются при грешении по отношению к владыке. Эти тяжкие едва могут быть прощены, а те доставляют тебе милость и великое утешение от Господа. Послушай, Илья, который говорит своим сыновьям, если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? 1 Царь 2, 25. Так велика рана, что даже и молитва нелегко исцеляется. Но тогда как молитвой не уничтожается такой грех, прощением грехов врагам он тотчас же отпускается. Поэтому-то те, грехи в отношении к Господу, Бог назвал десятью тысячами талантов, а эти сотни динариев. Если ты простишь эти последние, будут оставлены тебе десять тысяч талантов. 421. А молитва, однако, довольно сказана. Если же угодно, займемся тем, о чем сказано несколько выше. Возвратимся к слову о предательстве и посмотрим, как предан был наш Господь. А чтобы видеть все безумие предателя и уразуметь неблагодарность ученика и незреченную милосердие Господа, послушаем Евангелиста, как он нам повествует о дерзком поступке Иуды. Тогда, говорит, пошел один из двенадцати, называемый Иуда Искариотский, первосвященникам и сказал им, «Что мне дадите, и я придам вам его?» Кажется, рассказ ясен и не заключает ничего особенного. Но если бы кто-нибудь рассмотрел каждое из этих речений, то оказалось бы, что здесь многое подлежит рассмотрению и много глубоких мыслей. И прежде всего время, не без цели в самом деле обозначает его Евангелист. Он не сказал тогда, «Пошел, Апривосу купил, тогда пошел, тогда, когда, и зачем он обозначает время?» Не напрасно указывает нам время Евангелист, говорящий о Духа Святого, потому что говорящий о Духа ничего не изрекает напрасно и без причины. Итак, что же значит это тогда? Как раз перед тем, перед этим самым часом подошла молодая женщина с алавастром сосудом мира и возливала этот елей на голову Господа. Женщина обнаружила великую веру, показала великую заботливость, послушание и благочестие. Она отказалась от своей прежней жизни и сделалась лучшей и более благоразумной. И вот в это время, когда блудница покаялась, когда познала Господа, тогда ученик предал Учителя. Тогда. Тогда, когда блудница, подойдя и вылив алавастровый сосуд мира на ноги Иисуса, отерла их своими волосами, обнаружила великую любовь, изглаждая в себе грехи, за всю свою таким исповеданием жизнь. Когда он видит ее, показавшей такое усердие, служит Учителю, тогда-то он поспешил на беззаконное предательство. И в то время, когда с самой глубины нечестия зашла на самое небо, этот, после бесчисленных чудес и знамений, после стольких наставлений, после неизреченного снисхождения Господа, не спал в самую глубину ада. Вот каким злом является нерадивость и распленная воля. Поэтому и Павел говорит, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И пророк восклицает, разве упавшие не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Иеремия 8,4. Эти два выражения сказаны, чтобы тот, кто стоит, не был слишком самонадеян, а постоянно пребывал в борьбе. И тот, кто пал, не отчаивался. Так велико могущество учителя, что оно заставляло подчиняться себе даже блудниц и мытарей. Что же скажешь, тот, кто склонил блудницу, не имел силы привлечь ученика? Без сомнения, он силен был склонить к себе и ученика, но не хотел сделать его добрым по принуждению и привлечь к себе насильно. Поэтому-то евангелист, повествовывая нам о поступке этого неблагодарного ученика, говорит, тогда пошел, то есть не потому, что позан был другими и не поносили с чьей-либо стороны, не постороннему побуждению, а склонился к этому благодаря собственному внутреннему движению, показав, что устремился на этот беззаконный и дерзкий поступок по собственной воле и решению. Толкнул себя на предательство владыки, недвижимый к тому никакой сторонней причины, а исходящей изнутри злобой. Тогда пошел один из двенадцати. Это выражение, один из двенадцати, служит немалом обвинении против Иуды. Так как было еще 70 других учеников, то евангелист сказал один из двенадцати, то есть из избраннейших, из тех, которые каждый день обращались с ним, наслаждались самым близким обществом с ним. И так, чтобы ты знал, что Иуда был в числе избранных учеников, евангелист говорит, один из двенадцати. Не умалчает об этом, дабы тебе убедиться, что это, по-видимому, постыдное обстоятельство, именно, что он удостоил предателя и вора таких великих благ, и не переставал увещевать его до самого последнего вечера. Показывает попечительность о нас Господа. Видишь, как блудница спаслась, потому что омыла ноги Иисуса, а ученик по нерадению погиб. Посему смотри на блудницу, не отчаивайся, но и не будь самонадеем, дерзок взирая на ученика. Пагубно то и другое, легко склонен к падению ум наш и преврат на волю. Необходимо поэтому отовсюду оградить себя. Тогда пошел один из двенадцати Иуда из Кориотски. Видишь, от какого лика отпал он? Видишь, какого учения лишился, видишь, какое великое зло, беспечность. Иуда говорит из Кориотки, потому что был еще другой, соименный ему Иуда, называемый Яковлев. Видишь мудрость евангелиста, что он обозначает его нам не по преступлению, а по месту. А того Иуду Яковлева делает известным не по месту, а по имени отца. Хотя первым последовательнее было бы сказать, Иуда предатель. Но чтобы научить нас хранить свой язык чистым от обвинения. Он воздерживается от этого слова, предатель. И так научимся не упоминать у Коризнина ни о ком из врагов. Если этот блаженный апостол, повествуя о беззаконном преступлении Иуды, не захотел упрекнуть предателя, а умолчал об этом и называет его по месту, откуда происходил он, то достойны ли будем мы какого-нибудь прощения, если станем порицать ближних? А мы часто упоминаем сукоризы не только о врагах, но и о лицах, расположенных к нам. Убеждаю, не делать этого. И Павел увещевает, к тому же говоря, всякое худое слово да не исходит из уст ваших. Поэтому-то блаженный Матфей, будучи чист от всякого подобного рода страсти, говорил, тогда пошел один из двенадцати, называемый Иуда Искариотский, первосвященником, и сказал, что мне хотите дать, и я предам его вам. О, злодейский голос, о, безумные преступления, трепещу, возлюбленные, когда помышляю об этом. Как вырвалось слово из уст, как повернулся язык, как душа не покинула тело, как не онемели уста, как не помутился рассудок. Четыреста двадцать четыре. Что мне хотите дать, я предам вам его. Скажи мне, Иуда, этому ли поучал тебя учитель столько времени? Неужели ты забыл многократные советы? Не ли того ли говорил он? Не собирайте золото, не серебра, и с самого начала подавляйте чрезмерную, безумную любовь твоих деньгам? Не увещевал ли он, говоря, если кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую? За что, скажи, мне предаешь ты, учителя? За то ли, что он даровал тебе власть над демонами, так что ты мог исцелять и болезни, очищать прокаженность и показывать много других подобных чудес? Итак, за такие благодеяния ты так отплачиваешь ему. О, безумие, вернее же, сребролюбие. Все это зло причинило сребролюбие, корень зол, сребролюбие, которое омрачает наши души и попирает самые законы природы, лишает нас рассудка и не допускает помнить ни дружбы, ни родства, ничего другого. Но раз ослепив умные наши очи, так и заставляет блуждать во мраке. Чтобы тебе яснее знать это, посмотри, сколько доброго изгнала эта страсть из души Иуды. Беседа со Христом, жизнь с Ним, общение, чудные учения, все это предало забвение, вкравшееся в Иуду сребролюбие. Хорошо говорил Павел, что корень всему злу есть сребролюбие. Что мне хотите дать, я предам вам его. И ты, Иуда, предаешь того, кто все держит словом, предаешь непостижимого, творца неба и земли, создателя нашего естества, все составившего словом и мановением, чтобы показать, что он предан по своей воле, послушай, что делает он. Самый момент предательства, когда к нему подошли вооруженные мечами и дреколием со светильниками и факелами, он говорит последним, кого ищите. Они не знали даже, кого должны были взять. Вот насколько бессилен был Иуда предать его. Он не мог даже видеть того, кого намеревался предать, когда он был тут, и это при светильниках и таком изобилии света. Что на этом намекая именно, евангелист сказал, что у них были светильники и факелы, и они все-таки не могли найти его. Это видно из слов. Стоял Иуда с ними. То, что сказал, я вам предам его. Господь ослепил ум их, желая показать собственное могущество, и чтобы они сознали, что предпринимают невозможное дело. Затем, услышав его голос, они отступили назад и пали на землю. Видишь, как они не могли даже вынести голоса и падением ниц, явно обнаружили свое бессилие. Заметь милосердие Господа. Когда этим Господь не тронул сердца ни бессынного предателя, ни неблагодарных иудеев, тогда он предает себя, и как бы так говорит, когда я показал, что они предпринимают невозможное, я хотел удержать их безумие, но они не хотят, и упорно продолжают оставаться в нечестии. Вот я предаю себя. Говорю это вам, чтобы кто-нибудь не порицал Христа, говоря, почему он не применил Иуду, почему не сделал его лучшим. Ну, а как следовало сделать Иуду благоразумным и послушным? По принуждению или по собственному решению? Если по принуждению, то и в таком случае он не мог стать лучшим, потому что по принуждению никто не становится лучшим. А если по решению и воле, то Господь употребил все, что могло исправить его. Если же Иуда не захотел принять врачевание, то вина не врача, а того, кто отверг услугу последнего. Желаешь знать, сколько средств употребил Господь, чтобы опять приобреть Иуду? Он даровал ему много чудес, предрек ему о предательстве, не оставил ничего из того, что следовало показать в отношении к ученику, и чтобы знать тебе, не покаяться, не пожелал сделать этого, и что все произошло от его беспечности. Обратите внимание вот на что. Когда он предал Господа и до конца обнаружил свое безумие, он бросил 30 серебряников, говоря, согрешил я, предав кровь неповинную. Перед этим же говорил, что мне хотите дать, и я предам вам его. Когда совершился грех, тогда познал грех. Отсюда научимся, что когда мы беспечны, не убеждения, не увещания не принесут нам пользы, а когда ревностны, то можем восстать и сами собою. Подумай, в самом деле, когда Господь увещевал его и предостерегал от замышляемого злодеяния, он не послушал и не принял увещания, а когда не было никакого советника, собственная совесть восстала против него, и он покаялся без всякого учителя и бросил 30 серебряников. И далее говорится ему 30 серебряников. Цену крови назначили они не имеющему цены. Зачем берешь ты, Иуда, 30 серебряников? Даром пришел Христос пролить застеленную кровь, о которой ты теперь договариваешься. Что постыднее этой торговли? Кто видел подобное? Кто слышал когда-нибудь? 425. Но чтобы нам узнать, каково было различие между предателем и учениками, послушаем евангелиста. Евангелист обстоятельно повествует нам обо всем. Когда совершилось это, когда приблизилось предательство, когда Иуда погубил себя, когда он заключил беззаконный договор, искал удобного времени, чтобы предать его. Тогда приступили к нему ученики, говоря, где хочешь, приготовим тебе Пасху. Видишь учеников, видишь ученика, этот заботился, как бы предать его, а те, как бы услужить. Этот договаривался и замышлял получить цену владычной крови, а те готовятся к служению Господу. И этот, и те были участниками одних и тех же чудес, одних и тех же учений. Откуда же различие? От направления воли она служит виновницей зла и добра. Был вечер, когда ученики говорили, где хочешь, чтобы мы приготовили тебе Пасху. Познаем отсюда, что Христос не имел определенного жилища. Пусть выслушает те, что строят пышные дома и обширные чертоги, что Сын человеческий не имеет, где главы подклонить. Поэтому-то ученики говорят ему, где велишь приготовить нам тебе Пасху. Какую Пасху? Иудейскую, получившую начало в Египте, потому что в первый раз иудеи совершили ее там, и затем Христос совершает ее зачем? Подобно тому, как Он исполнил все прочие требования закона, так поступает и здесь. Поэтому Он и Иоанну говорил, так подобает нам исполнить всякую правду. Итак, ученики хотели приготовить не нашу Пасху, а иудейскую. Они приготовили эту Пасху, а нашу уготовил Христос или лучше, Он сам стал Пасхой через честные страдания. Для чего идет Он на страдания? Чтобы искупить нас от клятвы закона. Поэтому и Павел восклицал, послал Бог Сына Своего, родившегося от жены, подчинившегося закона, чтобы искупить подзаконных. И так, чтобы не говорил кто-нибудь, будто он потому отменил закон, что не мог исполнить его, как тягостный, обременительный и трудноисполнимый. Он уничтожил его лишь тогда, когда выполнил его весть. Поэтому он совершил и Пасху, так как праздник Пасхи был одним из предписаний закона. А для чего этот праздник? Послушай. Иудеи были неблагодарны благодетели, скоро забывали его благодеяния. И вот тебе доказательство. Вышли они из Египта, прошли Черное море, видели, как разделилось оно и снова соединилось. И немного спустя после этого говорят Аарону, сделай нам богов, которые шли перед нами. Что говоришь ты, неблагодарный Иудей. Ты видел такие чудеса и забыл Бога, питающего тебя, и совершенно не помнишь благодетеля. Итак, так как они забывали о его благодеяниях, то Бог установлением праздников закрепил воспоминания о дарах, чтобы волей-неволей не держали их постоянно в памяти. Так праздновали Пасху они. Зачем? Добы, когда говорит Писание, спросит тебя сын твой, что это? Ты сказал, что кровью этого Агнца помазали косяки дверей и избежали смерти, которую навел ангел к убитель на всех живущих в Египте. И благодаря этой крови он не мог войти в их домы и навести поражение. Итак, у них жертвы недобровольные. Здесь же заколается Христос по своей воле. Почему? Потому что та жертва была образом жертвы духовной. И чтобы убедиться тебе, смотри, сколько сродства между той и другой. Там Агнец и здесь Агнец. Только один бессловесный, а другой словесный. Там овца и здесь овца, но там тень, а здесь истина. Явилось солнце правды, и тень исчезла, так как при солнце тень скрывается. Поэтому и на таинственной трапезе предлежит Агнец, чтобы мы освещались его кровью. С восходом солнца не может быть виден светильник, потому что бывшая служила образом будущего. 427. Говорю это иудеям, чтобы не думали обманывая себя, будто совершают Пасху, потому что бесстыдной мыслью предваряют они опресноки и восхищают праздник. Иудеям, которые не обрезаны сердцем и тяжко слышат ушами. Как скажи мне, совершаешь ты Пасху иудей? Храм срыт до основания, жертвенник разрушен, святое святых разорено, уничтожены все жертвы, почему же ты осмеливаешься приступать закон? Отведенный некогда Вавилон, ты слышал, как пленившие вас говорили, воспойте нам песнь Господню, и ты не исполнил желания их, так почему совершаешь Пасху вне Иерусалима? Как нам петь песнь Господни на земле чужой? И указывая на это, блаженный Давид говорит, на реках Вавилонских там повесили мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы, то есть салтир, цитру и лиру, потому что ими пользовались в древности и под их звуки пели псалмы. Там говорит, пленившие нас требовали от нас слов песней, притеснители наше веселье. Пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песни Господни на земле чужой? Что скажи мне, говоришь ты? Ты не поешь песни Господни из чужой земли, а Пасху в чужой земле совершаешь? Видишь несмысленность иудеев. Когда понуждали враги они не хотели пропеть псалма на чужбине, а ныне сами по себе, когда никто не принуждает вражду с Богом. Поэтому ты блаженный, Стефан говорил, вы всегда противитесь Духу Святому. Видишь, как нечисты опресники, как противозаконен иудейский праздник. Была некогда иудейская Пасха, но прекратилась. Тогда, говорит Евангелие, когда они ели и пили, Иисус, взяв хлеб, святые причистые свои руки, возблагодарив и преломив, сказал ученикам своим, примите и едите сие тело мое за вас и за многих ломимое во оставление грехов. Потом, взяв чашу, дал им, говоря, сие кровь моя за многих изливаемое во оставление грехов. Был тут и Иуда, когда Господь говорил эти слова, сие кровь, о Иуда, которую ты за тридцать серебряников, сияясь кровь, о которой ты незалого перед тем бесстыдно сторговался с неблагодарными фарисеями. О, великое милосердие Христа, о неблагодарность Иуды, владыка питал, а раб продавал. Этот продал его, взяв тридцать серебряников, а Христос дал выкупом за нас собственную кровь. Да и продавшему дал бы, если бы, конечно, пожелал тот, потому что до предательства был тут Иуда, был участником святой трапезы и вкушал тайную вечерю. Как Господь омыл многим ученикам, так и в священной трапезе Иуда принимал участие вместе со всеми, чтобы он не имел никакого оправдания, а получил свой суд. Он остался упорен в нечестивом решении и, удалившись вместо поцелуя, совершил предательство, не вспомнив благодеяний Господа, а после предательства бросил тридцать серебряников, говоря, согрешил я, предав кровь неповинную. О, слепота! Ты был участником вечерей и предал благодетеля, но Господь добровольно исполнил написанное, но горе тому, через которого приходит соблазн. 428 Но время наконец приступить к этой страшной и грозной трапезе. Итак, приступим все с чистой совести. Пусть не будет здесь Иуды с лукавством относящегося к своему ближнему, да не приступает никто из нечестивых, имеющих сердце в своем скрытый яд. И теперь присутствует Христос, устрояя трапезу. Не человек тот, кто притворяет предлежащее в тело и кровь Христову. Священник стоит только исполняя образ и приносит молитву, а все совершает благодать и сила Божия. Е, говорит, есть тело мое, это изречение предлагает предлежащее. И подобно тому, как то изречение гласившее плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, было словом и стало делом, давая человеческой природе силы к чадо рождению, так и это изречение гласящее сие тело мое, постоянно возвращает силы и благодать и тех, что достойно принимает священную трапезу. И так, да не будет здесь ни лукавого, ни нечестивого, ни хищника, ни ругателя, ни брата-ненавистника, ни серебролюбца, ни пьяницы, ни корыстолюбца, ни мужеложника, ни завистника, да не будет здесь преданного блуду, ни тати, ни злоумышленника, чтобы не подвергнуться суду. Тогда Иуда недостойно был участником тайной вечери и, выйдя, предал Господа. Это случилось так для того, чтобы ты знал, что кто недостойно участвует в таинствах, на тех особенностях нападает дьявол, и что они подвергаются большему наказанию. Говорю это не с целью устрашить вас, а чтобы сделать вас более внимательными к себе. Как телесная пища, попавшая в худосочный желудок, усиливает болезнь, так и пища духовная, когда она принимается недостойно, навлекает больше осуждения. Итак, убеждаю, пусть никто не приступает, имея в душе нечистые помыслы, но очистим наше сердце. Мы храмы Бога, если пребываем чисты. Мы храмы Бога, если пребываем чисты. Сделаем чистой душу нашу, ведь это можно сделать в один день. Как и каким образом? Если имеешь что-нибудь против врага, брось гнев, прекрати вражду, чтобы получить от трапезы отпущение грехов. Ты приступаешь к страшной и святой жертве. В качестве закалаемого принадлежит Христос. Но подумай, ради чего он был заклан. А каких тайн лишился ты, Иуда? Христос добровольно пострадал, чтобы разрушить стоящую посреди преграду. И соедини земное с небесным, чтобы тебя, врага и недруга, сделать общником ангелов. христос христос смертельной опасности. Но что в этом? Он еще не распял тебя на кресте, как иудеи распяли Господа. Если ты не оставишь ближнему свои обиды, то и Отец твой небесный не отпустит тебе грехов твоих. И с какой совести скажешь ты, Отче наш, иже иси на небесе, да светится имя твое. И следующие слова. Равным образом и кровь, которую пролили иудеи, Христос дал за спасение проливших. Что равного этому можешь сделать ты? Если ты не простишь врагу, то ты обидишь не его, а самого себя. Ты часто вредил ему в течение настоящей жизни, а себе приготовил вечное наказание. В будущий день суда, потому что Бог никого так не ненавидит, ни от кого так не отвращается, как от человека злопамятного, как от сердца гневливого и души пылающей ненавистью. Послушай, что говорит Господь, когда принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет на тебя что-нибудь, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде, примирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой. Что говоришь? Я оставлю там дар, то есть жертву? Да, потому что ради мира с братом твоим установлены и самая жертва. Итак, если жертва приносится ради мира с ближним, а ты не соблюдаешь мира, то хотя бы ты участвовал в жертве, для тебя бесполезно это участие без желания хранить мир. Итак, сделай сначала то, то есть позаботься о мире, ради чего и жертва принесена, и тогда пользуйся благами, плодами последней. Для того и Сын Божий пришел в мир, чтобы примирить наше естество Отцу, как и Павел говорит, ныне же примиряет себе все, крестом убив вражду на нем. Поэтому он не только сам пришел, чтобы сотворить мир, но ублажает и нас, если творим тоже, и делает нас общниками своего имени, говоря, блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся. Итак, что сделал Христос Сын Божий, то делай и ты по силе человеческой, заботясь о мире и с самим собою и с своими ближними. Вот почему Сыном Божиим Господь называет миротворца. Вот почему и при принесении жертвы он не упомянул ни о каком другом деянии праведном, кроме примирения с братом, показав, что любовь больше всех добродетелей. Хотелось бы мне, возлюбленный, продолжить речь дальше. Но и сказано достаточно для тех, кто со вниманием и разумением принимает всеми благочестия и желает внимать тому, что говорят. Будем же всегда помнить, убеждая вас эти слова и то страшное приветствие, которое даем друг другу. Это приветствие соединяет души наши и делает то, что они все становятся единым телом и членами Христа, потому что все мы участники одного тела. Будем же поистине единым телом, не тела смешивая, а души соединяя между собой союзом любви. Поступая так, мы будем в состоянии сдержновением наслаждаться предлежащую трапезою и сделаться наконец сосудами мира, дарованного Христом. Если же мы имеем бесчисленное совершенство, остаемся злопамятными, то все делаем тщетно и напрасно и не получим никакого плода в рассуждении спасения. Спаситель перед сам восхождением к Отцу вместо временной славы и великого богатства оставляет следующее наследие ученикам. Мир мой даю вам, мир мой оставляю вам, в самом деле какое богатство или какое изобилие имущество было бы дороже того мира Христова, который превосходит всякий ум и слово. Вот почему и пророк Малахия, зная, что это самый тяжкий пророк, говорит как бы от лица Божия. Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. И не умрете, дом Израилев, говорит Господь. Это как если бы он сказал, если будете лжецы, злопамятны, клятва преступники, забудете заповеди мои, то смертью, умрете. Итак, зная все это, возлюбленные, оставим всякий гнев, станем пребывать в мире друг с другом, и вырвав корень зла, и очистив свою совесть, скротостью, смирением и великим благоговением, приступим к принятию страшных этих и ужасных таинств. Подойдем не толкаясь, не топая ногами, без шума и крика, в великом страхе и трепете, с сокрушением и слезами, чтобы милосердный Господь, презрев с небес на наше мирное состояние, нелицемерную любовь и братское общение любви, удостоил всех нас и настоящих и обетованных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь.